Ну что ж, аппарат плюс ветра. Довольно интересный итем, даже скажу больше, это идеальный итем для этого героя. Многие кто играют за аппарата, они почему-то даже не думали об этом итеме. Давайте посмотрим, почему он идеально нам подходит. В первую очередь идет взаимодействие с первым скиллом. Что делает наш первый скилл? Кто играет, тот знает, да? Когда мы кидаем первый скилл, мы дамажим врага, во-первых. Во-вторых, если враг остался в определенном радиусе, то есть не ушел далеко, он будет в здании. Но в обычных играх чаще всего враг просто тупо убегает. А давайте мы сейчас сделаем. Сейчас мы все увидим с вами. Enemy. Ну смотрим, короче, смотрите. Кидаем первый скилл. Бот, он не уходит. Тихо, 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 братья, живи. Бот, видите, он встал в стане, он не может ходить. Ботс. Или наоборот, так, подожди. Левел ботс 25. Так, сейчас, секунду. Подготовим. Еще раз. Смотрим. Так, все у нас готово. Смотрите еще раз. Кидаем первый скилл. Не надо бить его. Мы стоим в определенном радиусе, да, на той точке, где мы были. Мы в стане, правильно? Потому что герой не ушел за пределы радиуса. Делаем еще раз. Кидаем первый скилл. Герой уходит спокойно за пределы радиуса. Все, у него стана не будет. Вот, я говорю еще раз, что он минус, что многие не собирают ветра. И поэтому в итоге враг не попадает в стан. То есть, он просто, ему проходит дамаг и все, а стан не проходит. В принципе, для этого, да, у нас есть второй скилл. Я согласен. Второй скилл у нас замедляет врага. Ну, смотрите. Вы видите, все равно враг, да, заколебал не битый дура. Враг все равно уходит. Вы видите сами. Он уходит за пределы радиуса. Не важно, есть, есть или нету второго скилла. Смотрим еще раз. А, он долго работает, нормально. Поэтому делаем так, отходим. Смотрите. Видите, спокойно уходит. То есть, второго скилла мало. Мало. Но идеально заходят тут что? Ветра. Кидаем скилл. Секунда прошла, кидаем ветра. Смотрите. Вы видите. Та-да-да-да! Да. Враг будет в стане 100%. Любой враг. Здесь немного сложнее обстоит дела всякими там блинкерами. Типа магина, сларк, бла-бла-бла. Но их тоже можно в стане 100%. Делается это так. То есть, смотрите. Когда мы кидаем первый скилл, в идеале сразу не надо кидать нам ветра. Потому что, видите, у него будет еще время. Вот у него время есть. Он отходит. Поэтому рассчитывайте вот так вот. Кидаете первый скилл. Ждете... Ой. Так, сейчас, еще раз. Кидаете первый скилл, короче, ждете примерно секунду. И только потом кидаете ветра. И таким образом вы успеете застанет любого врага. Еще раз. Раз. А, у нас КД. Давайте еще раз подготовимся. Рефрэш. У меня был КД ветров. Давай, Свенчик. Кидаем первый скилл. Секунду ждем. Все. Смотрите. Свен, он не успеет в любом случае отойти. Все. Он падает с ветров и сразу уже встанет. Давайте тогда уже сделаем ватефакт, чтобы не делать рефрэш постоянно. Ну-ка, еще раз. Господи Иисусе, да заколебало. Все, теперь нам не надо будет делать. Нормально все будет. Отлично. Все, отлично. Пробуем еще раз. Ну-ка, мне интересно, а если мы сделаем еще дольше? Вот так. Раз, два, три. Он прямо упадет встанье? Нет. Вот. Тоже обратите внимание. Если вы слишком долго будете ждать, то тупо вообще не пройдет стана. Ничего не будет. Ну, ничего сложного нету. Просто, еще раз говорю, ждите одну секунду. Самый идеальный это тайминг. Раз. Все. Секунда прошла, смотрите. Он будет стопроцентно встанье. Вот такие вот пироги. Так же с любым можно врагом делать. Пойдем, попробую на крипах. Опа. Давай, братья, встан. О, вы видите, встанет, да? Вот этот итем, казалось бы, простенький итем, делает из нашего героя, да, великолепного просто саппорта. Великолепного, который 100% будет встанить. Еще я хочу вам напомнить пользу от ветров, а это великолепный итем для любого героя будет полезен, да. Это можно себя спасать от смерти, там, от любых прокастов, да, там. Можно врагов кидать в ветра, да, и так далее. Можно, например, когда войс ставит купол, вы за пределами купола кидаете ветра на войды. Все, войда больше нет. Теперь, смотрите, еще можно делать так. Можно кидать вот таким вот образом. Кидаем скилл ветра. Опа. Но надо было сделать немного по-другому. Вот таким вот образом, смотрите, еще раз. По таймингу надо сделать. Я вам покажу видосы, да, после этого выпуска. Вы увидите, там все по таймингу проходит. Ну-ка еще раз давай, дубль два. Так. Ждем, ждем. Опа. Ну, такие вот пироги, видите, да. То есть, из-за ведро, из-за ведров, господи Иисусе, из-за ветров мы можем делать свой прокаст. А, да, смотрите, еще забыл. У нас же еще есть третий скилл. Можно делать прокаст таким вот способом. Вот, вы видите, все три скилла дали. Все три скилла. Опа. 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 Вот такие вот пироги. Ну все, смотрите вырезки из игр в реальных условиях. Ля-ля-ляу, ля-ля-ляу, ля-ля-ля-ляу. А-а-а-а. Продолжение следует... Продолжение следует... Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал. Продолжение следует...